Для семьи Татьяны Захаренко участие в выборах – целый ритуал. Подготовка начинается задолго до события. Не стали исключением и выборы главы региона, которые пройдут в Самарской области в сентябре. Начинается всё со знакомства с кандидатами. В этом помогают представители участковых избирательных комиссий, которые поквартирно обходят самарцев и рассказывают о процедуре голосования. Я голосую всегда. И вся моя семья голосует всегда. Каких бы выборов только не было. У нас наш избирательный пункт – это экономическая академия. Может, она сейчас по-другому немножко называется. Не очень знаю. Знаю рядышком. И обязательно пойду на участок. Обязательно буду голосовать в любом случае. С начала августа представители участковых избирательных комиссий начали обход домов и квартир граждан. Задача – информировать самарцев о предстоящих выборах главы региона. Голосование пройдет 8, 9 и 10 сентября. Участки будут работать с 8 утра и до 8 вечера. Мы рассказываем им, как добраться до места выборов, даты выборов и спрашиваем, почему они хотят идти голосовать. Наверное, самый распространенный вопрос – это когда будут выборы и как на них лучше прийти. Кто-то хочет голосовать на дому. Тех мы заносим специальный список. И потом к ним будут приходить люди с чемоданчиком для голосования. Жители гостей встречают с улыбкой и готовы задавать свои вопросы. Это же власть наша. Есть к кому обратиться. Надеемся и доверяем. И хотим, чтобы стабильно было все. Информировать горожан будут до 18 августа. Тогда закончится первый этап. Второй начнется с 28 августа. Напомню, с 2023 года работает механизм «Мобильный избиратель». С помощью него можно подать заявление о голосовании по месту нахождения в территориальную комиссию, МФЦ или через портал госуслуги. Участковые комиссии присоединятся к этой работе с 30 августа. А заявление о желании проголосовать на дому можно подать с 31 августа. Виктория Шара и Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков. События.